Он устраивал для артистов и против артистов всё-всё-всё это сходило срок, потому что у него неплохое покровительство. Начиналось это покровительство в лице Шеветкова Михаила, когда он был министром культуры и предоставил его Александровой из Петербурга. Также это покровительство людей, представителей большого бизнеса, это люди с деньгами, это отчасти люди частично из администрации президента, то есть у него вот такое покровительство было. Но мне кажется, что всё, что произошло, это настолько накопившаяся годами тема, то есть уже внимание всей мировой общественности, где начинало к тому, что происходит в Большом Театре, и, видимо, у кого-то уже действительно хватило смелости. И не то, что смелости, видимо, просто... Мне кажется, что это люди с руководства нашей страны, которые просто поняли, что дальше так ситуация не может развиваться. Потому что даже мой вопрос, который я задавала, знаете, никуда, что ещё должно было случиться в Большом Театре, чтобы уже вот у кого-то просто... Ну, чтобы внимание к этой ситуации было привлечено. Кровопробитие, революции, какой-то переворот. Ну, то есть уже просто дошла ситуация сама до предела, что, наверное, руководство нашей страны не могло не обратить на это внимание. Хорошо собрать дело, во всяком случае. Какие перспективы у Театра сейчас, как вы видите его в будущем? Как он может измениться? Что будет меняться? Вы знаете, мне очень сложно сказать. Я даже не знаю, не моей власти, я не осмелюсь давать советы Вадиму Георгиевичу Урину. Он настолько профессиональный и менеджер, и управленец, и человек, который из Театра Станиславского, Минеровича, Данченко, сделал, ну, и создал реальную структуру, профессиональную, чистую, открытую. Поэтому мне кажется, что у него настолько много опыта, что он сможет что-то сделать. Я не думаю, что нужны какие-то глобальные реформы. Хотя бы сохранить, во-первых, творческую сплоченность коллектива. Это, наверное, первое. И привлечь таких творческих личностей, как...